И так, уважаемые телезрители, завершается постепенно седьмая спартакиада муниципальных образований. Сейчас вы видите те районы, которые принимают участие в семейных эстафетах. И сейчас стартуют забеги. И так, сейчас в этом забеге будет бежать семья из Барабинского района, из Искитимского района и из Машковского. Сначала стартуют папы, бегут 200 метров, затем бегут у нас мамы и потом финишируют детишки. Сейчас соревнования, когда дети мальчики. И так, папы стартовали. Мы видим под шестым номером Машковский район, под первым номером это Барабинский, под вторым номером Искитимский район. Папы на дистанцию ушли. Семейная эстафета. И лидирует сейчас Искитимский район. Папа из Искитимского района. Вы посмотрите, какую скорость демонстрирует. Сейчас маме будет передавать эстафетную палочку. Вот мы видим сейчас первым Искитимец приближается к передаче эстафетной палочки. Хорошая скорость. Позвольте мама, какую скорость покажет в этом забеге. Еще нас ждут четыре забега после вот этого забега. Мама бежит сейчас 140 метров. И последние 60 метров бежит уже ребенок. Вы посмотрите, скорость какую набирает мама сейчас из Барабинского района. Передает свою ребенку. Дети сейчас решат судьбу. Итак, Барабинский или Искитимский район, кто выиграет? Посмотрите, какая борьба разворачивается. Финиш. Притормозил. Итак, кто выиграл? Искитимский или Барабинский район? Мне такое ощущение создает, что все-таки Искитимский район выиграл. Второй этап. Нарушения были выступлениями. Были нарушения, подсказывают судьи. Не было. Не было нарушения. Это судьи друг другом обмениваются мнениями. Нет, все-таки на финише, мне кажется, первый был спортсмен Барабинского района. Да, Барабинец финишировал первым, хотя притормозил здесь на финише. Итак, передаю слово победителю в этом забеге. Рядом со мной победитель этого забега, юный Кирилл Чернов из Барабинского района. Кирилл, с победой тебя, твои эмоции? Спасибо. Рад победе? Да. Сильно устал? Не очень. Следил за соперниками, как другие бежали по дистанции? Да, рядом со мной бежал. Не помню, кто я, но я его обогнал, хоть он быстрее меня был. Чья идея была участвовать в таких забегах? Мамина. Спасибо тебе большое. Еще раз с победой. Напомню, это был Кирилл Чернов из Барабинского района. Спасибо Кристине Берлизовой и Кириллу Чернову. У нас следующий забег. Семейная эстафета стартует всего две команды. Итак, под пятнадцатым номером спортсмен из Купинского района, папа, и под девятым номером спортсмен из Сузунского района. Спортсмен из Сузунского района не очень быстро бежит, папа. Возможно, мамы потом покажут результат хороший. Итак, кто будет на финише первый? Сузунец или Купинец? Сейчас добегают до мам. Мамы получат эстафетную палочку. И кто в этом забеге? На две группы поделено. Здесь в одной группе стартуют родители и дети мужского пола. В других забегах стартуют родители и дети женского пола. Поэтому вот передает эстафету сейчас Сузунский спортсмен. Падает папа. Видим, что мама как быстро скорость набрала из Купинского района. Продолжает Купинца лидировать в забеге. Купинца лидирует. И очень далеко мама из Сузунского района отстала. Передает эстафетную палочку ребенку. И ребенок финиширует сейчас на приличной такой скорости. Купинский район побеждает в этом забеге. Солидный преимущество мы видим там вдалеке только сейчас. Мама передала своему ребенку эстафетную палочку. Но парень бежит очень быстро. Итак, завершился еще один забег в семейных эстафетах. Вообще в соревнованиях семей определяют по нескольким видам чемпионов. Мы не имели возможности показать, потому что далеко от того места, где мы ведем трансляцию, проходили семейные соревнования. Там проходил, по-моему, дартс, настольный теннис. И по четвертой дорожке команда Чановская района. Ну вот так сложилось, что показываем вам решающие соревнования среди семей эстафета. Итак, очередной забег. Передаю слово перед этим забегом Кристине Берлизовой. Рядом со мной победитель следующего забега, юные участники, Ярослав Берь. Ожидал, что победишь с таким отрывом? Ну, нет. Семья у тебя спортивная очень, я понимаю? Да. Как к этому забегу готовился? Тренировался много? Да. Чья идея была принять участие в соревнованиях семей? Папина. Спасибо тебе огромное. Еще раз с победой. Спасибо Кристине Берлизовой за вот эти экспресс-интервью после каждого забега. Но у нас готовятся следующие участники. Итак, под номером 21 стартует семья из Чановского района. Семья, представляющаяся Блюдачинский сельсовет. Готовность третьего этапа. Под номером 16 Северный район Чебаковский сельсовет. Под номером 12 Папа стартует из Болотинского района. И под номером 18 Баганский район. И мы видим на старт. То есть, нет, все-таки кто-то один не вышел на старт. 16-21. Лидирует команда Чановского района. Северный район. По-моему, не принимает участие в этом забеге. Видимо, что-то случилось. И вы посмотрите, лидирует спортсмен из Чановского района. Под номером 21 первым прибежит к передаче эстафеты маме. Мама тут уже ждет, чтобы на свои 140 метров отправиться. Передает эстафету. Тяжело, но нужно добежать первой. Номер 21 Чановский район. Мама из Чановского района сейчас стремится к своему ребенку, чтобы передать эстафетную палочку. Вы посмотрите, какую скорость демонстрирует мама из Чановского района. Ну, молодец, умница. Что можно сказать? И первой она будет передавать эстафету, скорее всего. Смотрите, аж стиснув зубы, но пытается, пытается быть первой в этом забеге. И ребенок получает, и все. На финиш отправляются Чановцы первыми. Вот вам и пожалуйста. А там... Уже участники из других районов. Вторыми будут, по-моему, спортсмены Северного района. Итак, финиш. И спортсмены Чановского района побеждают в этой эстафете. Уверенно, спокойно. Вот вторыми все-таки Баганцы, мне кажется, финишировали. К сожалению, вот финиш пока снимали, не удалось мне разглядеть, кто вторым. Да, Баганцы. Баганцы второе место в этом забеге заняли. Итак, следующий забег. Сначала перед забегом интервью Кристины Берлизовой опять. И буду объявлять, кто побежит в следующем этапе. Михайлов Максим из Чановского района рядом со мной. Именно его семья со значительным отрывом победила в этом забеге. Максим, у тебя была самая ответственная дистанция финальная. Насколько волновался перед стартом? Сильно очень. Ну, ты следил за участниками, видел, что семья твоя с отрывом идет. Волнение прошло или все равно? Ну, не знаю. Я думал, догонят. Но не догнали. За счет чего удалось победить? Долго тренировался перед стартами? Да. Месяца два где-то точно. Спасибо тебе огромное. Еще раз с победой. Напомню, это был победитель забега из Чановского района. Спасибо Кристине Берлизовой. Мы видим, как мама. Вот мама зрелищнее всего бежала по дистанции. Вы посмотрите, какие кадры нашим режиссерам удалось поймать. И мама солидный вклад внесла в эту победу. И вот он финиш. Красочный, красивый, уверенный. Вы посмотрите. А тем временем у нас стартовал следующий забег. И мы видим, что лидирует спортсмен. Нет, еще не лидирует. Тут у нас стартовали спортсмены из Кочаневского района, представляющиеся. Прокутский, Краснозерский район, Новосибирский и Ордынский. Четыре. Вот папой сейчас на дистанции. Последним идет спортсмен из Кочаневского района, кстати. А лидирует по первой дорожке кто у нас? Сейчас посмотрим. Лидирует у нас в этом забеге Ордынский район, по-моему. Да, так и есть. Мамы выходят на свою дистанцию. Мы видим, как очень быстро набирает скорость мама из Краснозерного района. Вы посмотрите. Хорошая скорость, как у демонстрирует. И как уверенно обгоняет спортсменку из Ордынского района. Мама из Краснозерки. Вот это да. Вагайцевский сельский совет Краснозерского района. Мама выходит вот в этот финишный створ, где передает эстафету своему ребенку. И сейчас стартуют у нас, если мальчики в первых забегах стартовали, то сейчас девочки. И мы видим, что Краснозерский район, скорее всего, победит в этом забеге. А вот там за второе место борьба настоящая. Краснозерцы выигрывают в этом этапе. Под аплодисменты болельщиков. На втором месте девушка была, по-моему, из Ордынского района. И третья Новосибирская. Но там на финише немножко непонятно было, кто первым пришел. Вот такой вот интересный у нас забег. И сейчас я вижу, Кристина Берлизова уже подводит на интервью девушку, которая сейчас финишировала, из Краснозерского района. Итак, сейчас Кристина Берлизова. Передаю ей слово. Кристина Берлизова. Спасибо огромное. Еще раз с победой. Напомню, это была Наталья из Краснозерского района. Да, так действительно и есть Наталья из Краснозерского района. Ее мама просто на повороте обогнала свою соперницу. Да так уверенно, да такую скорость набрала. Вот такие вот у нас спортивные мамы в районе Краснозерского района. У нас последний забег семей стартовал. И здесь участвуют три команды. Устарский район под номером 17. Первая дорожка. Чистоозерный район номер 19. Под номером 14. К сожалению, у меня в протоколе написано... Наверное, Денгеровский район это бежит. Итак, посмотрим, какой район лидирует. Папа сейчас участвует номер 19. Чистоозерный район и Устарский район. Тут все вровень идет. Мама и так первая идет сейчас на дистанции. Хозяйка. Чистоозерный район. Мама из Чистоозерного района под номером 19. На первой позиции. На хорошей скорости. Входит в поворот. И приближается к своему ребенку. Все увереннее, увереннее. И сейчас будет передавать эстафету. Но там, посмотрите, не сдается спортсменка под номером 14. Наверное, венгерский район. Итак. Деставерная палочка. Вот это борьба. Кто победит? И Чистоозерцы вот из неудачной... Вот, а финиш или кто? Венгеровцы все-таки победили или Чистоозерцы? Вот это борьба получилась. На этом соревнования. Смотрим сейчас повтор. Вы посмотрите, какой финиш был. У вас здесь судьи сейчас только определили, что венгеровский район побеждает в этом забеге. Здесь фотофиниш нужно использовать. Ну, и я передаю Кристине Березову слово. Она готова пообщаться с победительницей из венгеровского района. Невероятный финал мы только что наблюдали в этом забеге. Рядом со мной его победительница Наталья Куперская. Наталья с победой. Вот расскажи, что случилось на финале? Какая-то замешка была с передачей палочки? Да. Ну, просто заволновались и как бы, ну, палочка почти чуть ли не упала и еле-еле взяли ее. В целом, волнение присутствовало, когда следила, как мама с папой проходили дистанцию? Да, очень сильно волновалась. Спасибо тебе огромное. Еще раз с победой. Напомню, это была Наталья Куперская из венгерского района. Итак, уважаемые телезрители, семейные соревнования завершились здесь, в Чистозерном районе, в 7-й Спартакеаде муниципальных образований. Через небольшое время у нас пройдут последние забеги, последние соревнования закрываются. Соревнования в Чистозерном районе в Спартакеаде королевой спорта, легкой атлетикой. И побегут эстафеты все районы Новосибирской области. И сейчас, буквально через минут 10, может быть, мы продолжим трансляцию. И вы увидите, какой район самый сильный в легкой атлетике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА